Итак, мы начинаем передачу «Пернет Кореи в Латвии» за независимую Латвию, ведущий Янис Кузин. Ну что, сегодня у нас знаменательный день, потому что в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы президента, еще были там выборы и в Конгресс, и какие-то голосования отдельные. И был избран Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов Америки, то есть большинство американцев, проголосовало за Дональда Трампа. Еще должны 19 декабря утвердить выборщики избранного президента. Ну, я думаю, что выборщики утвердят, потому что там 100% большинство, и это был бы какой-то революционный шаг, если не утвердили. И у нас в гостях сегодня член правления Движения за независимую Латвию, «Пернет Кореи в Латвии» Эдвинс Путин. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. Ну, как ваш взгляд, вот эта вся предвыборная кампания, Хилари Клинтона и Дональда Трампа, и все, что было вокруг, там, и скандалы, то, что давал Асанч, и... Ну, такое, как бы, если так смотреть, такое, ну, как вот песни там поют, все там, трам-пам-пам, такое... Вот и славно, трам-пам-пам. Было все время. Да, далеко смотрели, далеко. Немножко напоминает это, в некотором роде, развал Советского Союза, надеюсь, что к этому не придет, но народ проголосовал за перемены. Народ хочет перемен. По-моему, из двух вариантов американский народ выбрал лучший, из того предложенного списка практически двух человек. Очень хочется надеяться, что господин Трамп также и будет внедрять в жизнь те обещания, которые он декларировал в своих предвыборных речах. Очень хочется верить, что он будет тем человеком, который возобновит опять сильную Америку, то есть он будет бороться за интересы своего государства, что логично, что хотелось бы видеть и в лице наших политиков, что мы, к сожалению, не видим. Так или иначе, нам придется с Америкой договариваться, и, конечно, мне так кажется лично, что гораздо проще будет договориться с господином Трампом, либо как возможным кандидатом господи Хиллари Клинг. Если будет возвращено производство, как это обещает господин Трамп, то, конечно, для американцев это хорошо, потому что места работы Дейтроид, а Латвия сейчас является таким большим Дейтроидом, мы уничтожили наши ненужные, в скобках, в кавычках, производства и переделали в красивые супермаркеты, где мы торгуем импортным барахлом и покупаем за деньги, занятые в импортных банках. Конечно, хотелось бы, чтобы и Европа пошла бы по этому же пути и начала бороться за свою национальную, то есть государственную политику, за свои интересы. Это логично, что господин Трамп должен бороться за интересы Соединенных Штатов как национальный лидер, и то же самое надо было бы делать и руководителям европейских государств, и отстаивать свои национальные интересы. Один вопрос про выборы, про их оценку выборов. Ну, Эдвин, скажи, тут, скажем, офис Хиллари Клинтона, там все плакали, но я посмотрел, наши депутаты, все ими там тоже, в принципе, они отличались, они тоже все плакали. Ну, то есть эти речи, которые идут в порталах и так далее, то есть вы говорите, что кошмар, то что будет и так далее. Ну, тут есть своя логика, потому что ожидаемая перестановка кадров наверняка грянет, потому что те люди, которые работали с предыдущей администрацией, вряд ли смогут работать с новой. И наверняка какая-то перестановка кадров, начиная от послов, кончая до марионеток в локальных колониях, последует. Их страх вполне объясним и понятен. Но когда вы предназируете какое-то вот что-то... Все зависит от... Январе, то есть новая генерация президента, дальше он начинает... Если последуют эти действия, которые должны последовать, то есть вывод американских баз из Латвии и других поспредельных государств, то, разумеется, будут очень разные движения, которые сегодня очень трудно спрогнозировать. Ну, я хотел бы немножко оппонировать, поскольку я довольно-таки активно работаю в латышских социальных сетях, мнения на которых кардинально отличаются от официальных властей. Например, по опросу на Драуге и МЛВ, 90% респондентов отвечают, что не считают Латвию независимым государством. О том, что вкладывать надо в мозги, конечно, это прекрасный путь тоже Южной Кореи, где тоже также в Латвии нет полезных ископаемых, и в свое время руководство приняло решение вкладывать в мозги. Но что происходит у нас, в данной налоговой и других системах, после вкладывания в мозги, эти мозги прекрасно перетекают в тот же Запад. И мы выращиваем здесь наши кадры за свои деньги, своих налогоплательщиков. 8 из 10 абсольвентов, которые заканчивают высшее или среднее заведение, уже знают, куда они именно уедут после окончания. Какой смысл вкладывать в мозги в данном случае? Это, наверное, имелось в виду военное производство. Я понимаю, но его надо развивать. Если при прежней оккупации использовали наш потенциал, то при этой этого не видно. Так, у нас звонок. Да? Алло? Комментарий. На самом деле, со стороны наших политиков, ну, не было там комплиментов Дональду Трампу, я не знаю, они сейчас даже не знают, что сказать. Даже варили эти фреберы, как бы говорят, что там в социальной революции, то есть сейчас в более мягкой форме. В социальной революции, еще что-то там. То, что было до сегодня, там вчера, как говорило совсем, что не дай бог на это, что это же там человек непредсказуемый, еще какой-то, ну, то есть. У них была, как минимум, возможность помолчать. Но они эту возможность не использовали. И, ну, конечно, каждый использовал вариант, как-то охать практически будущего президента Соединенных Штатов. Как они будут выходить из этой ситуации, ну, трудно сказать. Но, зная историю, они прекрасно приспособились в 91-м году весь наш Верховный Совет. Почему им не перебросить шубку еще раз? И не привыкать? Ну, да, но тут придется, то есть поменялась и обстановка, поменялась, как бы, вообще сама игра. Потому что если Америка сейчас заявит не только Латвии, Латвия-то как раз и находит эти 2%. Ну, сейчас самые такие, кто что-то еще находит. Ну, если заявит Америка, скажем, той же Германии, той же Франции и так далее, чтобы 100% сразу же был, вот этот бюджет был, чтобы видно было, что всего Евросоюза есть эти 2%, и их не будет, иначе мы уходим, но это будет вопрос. Я думаю, что это, возможно, будет использоваться как предлог ухода, потому что Соединенным Штатам надо срочно сокращать расходы, расходную часть. А они довольно-таки гигантские, военный бюджет Соединенных Штатов больше, чем сложенный всех других военных стран. И долг Соединенных Штатов тоже астрономический, практически один покрывается другим. То есть надо ли за мнимый контроль, мнимое звание полицейского мира платить столь высокую цену и разрушать практически одновременно свою экономику, потому что Детройт отнюдь не единственный и не последний город, который экономика рушится из-за того, что долг управления финансами и перевод производства в более дешевые рабочие силы страны сделало свою черную работу. И если Трамп повернет это вспять и возобновит производство, а это также банковские дела, это ФРС, и борьба, представи, Трампу очень-очень острая. Дай Бог ему здоровья и сил. Нет, ну, на самом деле, как бы вот это противостояние тоже, ну, между Россией и НАТО, на самом деле, ну, НАТО чиновники придумывают это противостояние, чтобы деньги зарабатывать. Ну, совершенно верно. Чтобы закупки там, танки производить и себе зарплату делать. А на самом деле противостояние, с точки зрения России идет, потому что американцы тут уходят. Если американцы отсюда уходят, то Россия тоже там уже поменьше какие-то военные, такие показательные вещи делает. В латышских социальных медиа есть такая шутка, возле границ Латвии обнаружили Россию. Ну, да. Не, ну, потому что это полностью взаимосвязано. Если американцев, скажем, тут особо так не будет, ну, то есть, тех же канадцев, не важно, там, одно и то же, то, в принципе, ну, и Россия тогда отводит все эти войска куда-то, потому что они тоже все это делают как показательное, что вы наступаете на нас, мы наступаем на вас. Ну, вот так, все, поехали. Ну, и, ну, все это идет один к одному. Да, у нас Александр Гяпонин, Эдвин, вот, Путия у нас в эфире. Твой прогноз, вот, что будет делать сейчас Европейская комиссия, Европейские страны, пока ничего не понятно. То есть, президент Франции вообще ничего не сказал, не знает, что сказать. Место... Если я был бы юнкером, скажем, с позиции юнкера, я опять сейчас шел бы и говорил бы, ребята, моя идея насчет Европейской армии все-таки это надо делать. Потому что НАТО, наверное, уже не НАТО. Вот. Ну, я обязательно за Европейскую армию, но думаю, что пока в европейских странах, именно в странах неверокомиссии, не сменится правительство на национальное правительство, которое будет защищать свои интересы, а не мировой элиты, ничего не изменится в Европе. Рак сам себя никогда не лечит. Поэтому нужны кардинальные перемены в самой структуре Европейского Союза, чтобы он мог бы дальше существовать. Та элита, которая на данный момент руководит или изображает то, что руководит Европейским Союзом, вряд ли может после тех выступлений, которые они выступали годами и совсем недавно до последних выборов, вдруг так поменяться. нужно время, нужны новые выборы, нужно новое прозрение, которое уже идет, как мы видим, и в Германии, и во Франции, и в России, да и в Латвии, чтобы пришли новые элиты, новые национально думающие люди и уже тогда на новых основах соединились под какими-то другими принципами, другими условиями, то есть при каких-то равных интересах, а не каких-то процентуальных ставках от чего-то для одних стран и чего-то для других стран. То есть на равных условиях и соблюдая национальные интересы. Это интересно, но почему такой глобальный проигрыш демократов? Потому что Англия, то есть Виктория выходит из Европейского Союза, это очень не хотел президент Обама, он приезжал туда, убеждал европейцев, то есть не европейцев, а англичан, чтобы они голосовали против Брексита, потому что ему надо более пытание, как своего такого, ну, как бы вассала или представителя внутри Европейской комиссии, чтобы он мог решать через англичан свои вопросы по ТТИП, соглашению с Америкой и Евросоюзом, другие вопросы, военные вопросы, так далее, а англичане выходят, у него надо искать с кем дальше, с чего и как, вот, сейчас самобаму уже, то есть его дело он не может передать Хиллари Клинтон, вот, с той, с той вот такой схемой, что вот англичане представляют американцев, значит, с другой стороны англичане, как до сих пор государство империи, то есть монархии, у них есть вот Австралия, Канада, и как-то все это связано, и связано, то есть американцы, канадцы, аустралийцы, англичане, все связано, сейчас это начинает все как-то рассыпаться, то есть вот это англосаксонское империя немножко находится в таком, ну, что-то новом каком-то состоянии, то есть англичане уходят из Европы, а Трамп, то есть это вообще это такой как бы колбой, который не хочет обратно в Европу, который не хочет никаких англичан, которые как раз из тех колбоев, которые уехали из Англии, не хотят вообще слушать ничего про королеву там, еще чего-то, вот, но это видно с обеих сторон, так сказать, дружба дружбой, а табачок в рознь, и это видно и со стороны Соединенных Штатов, и это видно со стороны Англии, но если посмотреть на карту третьего рейха, то там нету ни Швейцарии, которая только что объявила о том, что она точно не вступит в Евросоюз, там и нету Англии, которая тоже объявила, что не будет в Евросоюзе, есть некоторые закономерности, то есть чисто исторические, и то, что мы видим в Европе, наплыв беженцев с довольно-таки непрогнозированным результатом этого всего, возможно, что некоторые страны пытаются отмежеваться, как трудно прогнозировано в будущем, но я не думаю, что разваливается англо-сасонский мир, это в дальнейшем контролируется из центра и Канада, и Австралии, и Новой Зеландии, но конечно есть группы интересов, которые каждый борется за свое влияние в разделе, скажем, влияние и пирога общего. Что из этой группы мы можем только догадываться, наверное, никогда точно не узнаем, но мы можем использовать эту борьбу в своих интересах и влюсти свои национальные интересы, но повторюсь, для этого нужна национальная элита, которая данное управление нашей колонии этому названию далеко не соответствует. у нас звонок Алло Да, говорите добрый и у нас Продолжение следует... Ну, смотря в какой интернет, на каком сайте, то есть, ну, русскоязычные сайты, да, русскоязычные сайты в основном были за Трампа, а латышские, а латышские, а латышские сайты были за Хиллари. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ну вот... Такое мнение, что экспертов действительно много и... Что мне лично понравилось в декларации господина Трампа, и это слышалось в его первой речи после уже окончания выборов, то, что он хотя бы декларирует объединение наций и быть президентом всей нации. То, что у нас, к сожалению, не слышно. Национализм бывает разным. Он бывает хорошим и бывает плохим. Если национализм объединяет нацию, то, по моему убеждению, он хорош. Если национализм ее дробит и разделяет, он плохой. И поэтому я рад действительно, что выборы выиграл господин Трамп. Ну, наши националисты-то заключили, была статья, что, кажется, ну, я думаю, что есть АЛМЕКС. Вроде как есть АЛМЕКС. Парламентарный секретарь Министерства юстиции, вот, заявил, что те, которые в Латвии за Трампа, они враги народу. Ну, это пугалки уже давно не работают. И, в принципе, тоже по вопросам в латышских именно социальных сетях, видно, что люди не боятся пресловутых зеленых человечек, которые, мол, сейчас перейдут границу. А именно правящие элиты боятся их, хотя они наверняка не собираются не переходить никакую границу, потому что они боятся потерять свой эксклюзивный социальный статус. И такой, какой они имеют сейчас при этом данном капитализме. Потому что при социализме, по ему обещанию, есть социально защищенная экономика, а при капитализме защищает капитал. Да, нам пора заканчивать передачу. К сожалению, мы приглашали на этой неделе представителей посольства США. Они сначала согласились, потом они отменили. Похоже, как салютом победы Хиллали Клинтон. А сейчас тоже по итогам, тоже как-то комментарии. Ну, пока ждем. Может быть, какой-то день придут, дадут комментарии. Ну, может быть, уже нечего особо уже комментировать. Я рад, потому что в разных ролях был, но посла Соединенных Штатов еще не отдувался. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, что слушали. Подготовил передачу Янис Кузин. Передача за ней сегодня Смирват и Сорок Прещается. До завтра. До завтра.